Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала Литерморт. Меня зовут Бугаева Надежда Николаевна. Вновь хочу немного сказать о слове полку Игореве, которое меня лично очень интересует, будоражит мое воображение. Вообще приятно для чтения, с ним приятно скоротать часок. Можно читать слов полку Игореве, а это произведение неизвестного барда средних веков, древнерусского средневекового барда. Есть оно в переводе поэта вроде Заболоцкого, Бальмонта, Жуковского, то есть представляет собой просто поэзию в приятном средневековом духе Киевской Руси, домонгольской Руси. Также можно прочитать его в переводе Академика Лихачева, который в принципе довольно бережно отнесся к оригиналу. Он практически все перевел, оставив некоторые элементы старославянские, которые не затрудняют понимание, также интересно читать. Однако для любителей экстремального чтения, для вообще любителей всего старославянского, любителей средневековой старины, можно читать слово полку Игореве с минимальными изменениями. В частности, на портале Proza.ru Игорь Еремеев, автор книги, посвященной современным исследованием и историческим словом полку Игореве, публикует интересный перевод, который в чем-то похож на перевод романа Якобсона, тоже одного из знаменитых исследователей слова, но еще более бережный к оригиналу. Что же мы видим в переводе, который дает Игорь Еремеев? Примечательно, что он рекомендует не подвергать переводу те старославинизмы, а старославянский для современного русского языка это иностранный язык, не подвергать их переводу, даже если они звучат необычно, например, тулами, колчанами для стрел. Не стоит разбрасываться, не стоит терять эти прекрасные лексемы из перевода. Многие слова, да, они непонятные, это старославинизмы, но эти слова создают флер древности, они создают неповторимый старорусский пафос у слополку Игореве. В частности, я на своем канале публиковала статью, посвященную образу Ярославны, которая в оригинале сравнивается с птицей-зигзицей. Целый пласт лексики в слополку Игореве непонятен современному читателю. Старославинизмы, тем не менее, нисколько не затрудняют понимание в целом произведения. Это какие-то отдельные элементы лексики, лексемы, которые звучат необычно и смысл которых в целом восстанавливается за счет контекста. В частности, Ефросинья Ярославна, дочь Ярослава Освомысла, которая в пути в Линостине плачет по Игорю, от которого нет вестей, естественно. У Ярославна нет телефона, нет интернета, нет возможности получить весть, что произошло с Игорем. Представьте, да, день за днем она томится, а мы знаем, что первое сражение на Донце произошло только спустя неделю после того, как Игорь вышел из дому. 23 апреля 1185 года он выходит из дому, только 1 мая подходит к Донцу и дальше следует сражение за сражением. И все это время Ярославна томится, не зная, что произошло. И в оригинале неизвестный средневековый бард, поэт, автор слова, сравнивает ее с птицей, зигзицей. Зигзицей незнаемой, она кычет в Путивле на стене. Что такое зигзица? Это какой-то эндемик 12 века, который, возможно, вымер уже даже к 19 веку, возможно, приобрел иное название. Но факты таковы, что уже в 19 веке никто из живущих на земле не знал, что это за птица зигзица. И сейчас человечество не знает, кого наши древнерусские предки называли зигзицей. И поэты, включая переводчика, академика Дмитрия Лихачева и многочисленных других, переводили зигзицу образно, как кукушечку, как чайку, как, например, какую-то иную птицу, не зная, кем зигзица является на самом деле. И вот встает вопрос, а нужно ли переводить зигзицу? Если мы предположим, что действительно Ярославна, незнаемая зигзицей, кычет, взывая к Игорю, чтобы он откликнулся, представляя себя в образе птицы, которая свободна, в отличие от самой Ярославны, которая свободна полететь туда, куда ее зовет сердце, туда, где, возможно, лежит ее возлюбленный, с ранами кровавыми на жестоцем его теле? Так ли нам важно знать, какая именно эта птица? Если одно предположение ничем не лучше другого, так, возможно, пусть останется зигзицей. Интересен вопрос об авторстве. Да, мы не знаем, кем был этот средневековый бард. Есть упоминания о баяне в самом тексте, что баян налагает свои персты на струны, и вот сейчас будет петься эта песня. Академик Лихачев сказал, что слово полку Игореве очень близко к песне. Это заметно. Когда мы его читаем, да, там нету четких рифм. Звучит скорее как свободный стих. Тем не менее, иногда он очень мелодичен. Даже в оригинале есть какие-то фрагменты текста, которые созвучны, практически рифмуются. Его, скорее всего, пели. Академик Лихачев говорит, что если это речь, то она очень близка к песне. Если это песень, она очень близка к речи. Вот интересно, кем был баян? Но что если баян – это имя? Тысячу лет назад, практически тысячу, да, без малого, баян был знаменитым бардом, сочинителем, композитором, автором, слополку Игореве. Игорь Еремеев предполагает, что он писал и летописи, что он вообще был одним из великих мужей своего времени, как, например, Гомер царил в литературе Древней Греции, а Пушкин царил в литературе 19 века. Так может быть, имя баяна, его авторство не только над словом, но и над этим именем просто затерялось в веках? А может быть, баян – это имя? Но теперь мы забыли об этом, и баяном называем просто гусляра-исполнителя? А что, если через тысячу лет затеряется имя Пушкин? Только не это! И вот после каких-нибудь апокалиптических событий тысячу лет спустя обретут единственный на планете экземпляр Евгения Онегина, и первая страница потеряется, на которой будет написано имя Пушкина. И вот ученые-мужи Лихачевы будущего, они будут исследовать Евгения Онегина и говорить, да, великое произведение, великое, прекрасные стихи, какой интересный сюжет, жаль, имя автора неизвестно, и не будут говорить. К сожалению, не знаем, кто это, какой это прекрасный баян 19-21 века. Как сейчас, когда мы говорим о прошлом, разве не сливаются 10-11-12 века воедино? 10-12 века, 19-21. А вдруг затеряется авторство Пушкина, а слово Пушкин останется. И Пушкиными будут называть поэтов через тысячу лет. И вот будут говорить, да, мы не знаем, кем был этот Пушкин. В то время было много прекрасных Пушкиных, которые исполняли. Да, может быть, этот Пушкин был их президентом, ученым-мужем, может быть, он был академиком. Может быть, будет версия, что академик Лихачев, один из создателей Евгения Онегина. Это очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok